Интересные встречи, творческие площадки, новые друзья. Для Василиса Роговой участие в форуме – это возможность обменяться опытом и научиться воплощать в жизнь различные проекты. Самой интересной частью форума она считает ярмарку детских идей и инициатив, в рамках которой волонтёры и активисты российского движения «Школьников» представляли социальные программы. Там дети представляли свои работы и организации, где они делали этот проект. Показывали все нам, а в конце ярмарки можно было подойти к специальному листу и поставить им лайк. Девиз форума «Заплывай за буйки своих возможностей» стал негласным лозунгом и нашей команды. Поездка на форум стала возможной благодаря поддержке депутатов городской думы, которые решили не только денежные вопросы, но и помогли с подготовкой материалов для выступления. Наша команда выглядела достойно на этом форуме. Дети получили кучу положительных эмоций, позитива. В общем-то, спасибо депутатам за то, что эта поездка детей состоялась. Форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан» дал возможность активным детям и педагогам напрямую пообщаться с представителями власти, высказать свое мнение, задать интересующие вопросы и услышать ответы чиновников. Это дает им возможность показать себя, рассказать о себе, о своем городе, о регионе, в котором они живут, в участии в таких форумах. И, может быть, не сразу представить какие-то проекты, но понять, как происходят эти мероприятия, что делают другие дети. Форум собрал активных участников детских, молодежных, общественных организаций и добровольческих движений. Возможно, знания и опыт, которые ребята получили на тематических площадках форума, станут отправной точкой для новых идей и инициатив в нашем городе и регионе. Сама идея собрать деток с какими-то проектами, послушать их мнения, познакомиться с детьми из других городов, вообще это очень интересно. О проведенных на форуме днях ребята еще долго будут вспоминать и делиться своими впечатлениями с друзьями. И, возможно, в ближайшем будущем их собственные идеи и проекты будут реализованы во дворе, в школе и даже в городе. Елена Грецкова, Владимир Лесик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.